Эта тема является ключевой в жизни любого человека. Догадывается он об этом или нет? Здравствуйте! С вами снова Ада Конде. Время от времени возникают интересные дискуссии на веб-сайте или в рамках какого-либо подпроекта, например, программы «Осознанная трансформация жизни» мы коснулись непростой темы, темы, которая отзовется в любом человеке. А если тема не отзывается, то, как правило, это по причине того, что на нее наложен запрет. Лишь редкий счастливый человек не отзовется на эту тему по причине того, что она для него просто понятна и не является сложной или непроработанной. Тема близости. Близости с другими людьми. Я не знаю, о чем вы подумали, нажав на это видео, но мы сегодня будем говорить о самой важной близости. Наша способность сближаться с другими людьми и вообще наша способность чувствовать себя комфортно в этом мире, являясь частью человечества. Как выясняется, очень многие люди испытывают серьезные сложности, когда дело касается общения с другими людьми или знакомства. Особенно знакомства с новыми людьми в жизни после определенного возраста. Не буду говорить за всех, но довольно часто случается так, что после где-то 25 или 35 лет человек практически прекращает искать новое общение и тем более заводить новых друзей. Возможно, за исключением тех ситуаций, когда человека забрасывает жизнь в другую страну, в новое место, или случается не очень приятный поворот в жизни, вынуждающий строить жизнь с нуля. Самое интересное, опрос показывает, что довольно большая часть людей не понимает, зачем нужно заводить новые знакомства или вообще в принципе впускать людей в свою жизнь. А кто-то отчетливо осознает потребности в людях, но испытывает колоссальные сложности с тем, чтобы знакомиться и чувствовать себя комфортно или оставаться с собой, общаясь с новыми людьми. И нередко вместо ожидаемого наполнения человек остается опустошенным, выжатым как лимон, а иногда с очень тяжелым осадком после общения с другими людьми. И на все это есть причины, и все это можно изменить. А зачем менять? Это очень хороший вопрос. Почему я решила сегодня затронуть тему близости? Дело в том, что на самом важном месте в жизни человека, как правило, зияет дыра. Дыра, которую мы пытаемся заполнить какими-то сиюминутными радостями, едой, бесконечными селфи и лайками, бесконечным псевдосаморазвитием или просто материальными ресурсами, деньгами, удовольствиями, развлечениями, а в некоторых случаях и наркотиками и прочими вещами, вместо того, чтобы понять, что такое важное мы упускаем в своей жизни. И я с большой вероятностью сейчас говорю именно о вас. Почему? К сожалению, редкий человек сегодня умеет выстраивать близкие отношения и вообще умеет видеть других людей, подпускать к себе и умеет выстраивать с ними здоровые отношения, где сам умеет оставаться собой и другого человека, принимая таким, какой он есть. А ведь дело в том, что в нашу жизнь все приходит через людей. И радость, и любовь, и чувство смысла, и деньги, и работа, и все, что вы не назовете, приходит через людей. Наше развитие, наше движение вперед невозможно без новых людей. Если вы меняетесь, частично будет меняться ваше окружение. Это означает, что будут приходить новые люди. Если вы закрываетесь, изменения вашего материального и социального статуса становятся практически невозможными или сильно ограничены. В сегодняшнем темпе жизни с сегодняшними искаженными ценностями мы забываем, что приходим в этот мир учиться быть людьми среди людей, собой среди других людей. Мы приходим сюда учиться любить. Да-да, любить себя, но следующий уровень – любить других людей. И ничто так не усиливается с годами, если мы развиваемся в правильном направлении, если мы на правильном пути, как осознание ценности людей. Еще раз скажу, это если мы идем по пути эволюции, а не деградации в этой жизни. Потому что вы найдете большой процент людей, которые, наоборот, с годами считают, что людям нельзя доверять, а общение нужно ограничивать рамками своей семьи. Люди разочаровываются в дружбе и во многих других важных человеческих вещах. К сожалению, это не путь развития. Это минимум стагнация, а максимум – это деградация и распад, который, да, к сожалению, мы наблюдаем повсеместно. Да, люди могут сделать нам больно, могут не оправдать нашего доверия. Но также только люди могут дать настоящее ощущение счастья, смысла, яркости в этой жизни. Вкус жизни, а также послевкусие доступны нам и, возможно, благодаря людям. Кто-то скажет, что «меня радует природа, меня радуют животные, меня радует моя работа». И вы будете правы. Но если мы говорим о работе, то и ваша работа – это, скорее всего, что-то для людей. А если вы вдоволь проведете времени с природой, наедине с собой, с животными, то, скорее всего, если, опять же, вы идете к себе, а не от себя, вам захочется в жизни людей. Потому что бессознательно, как-то подспудно, интуитивно мы всегда осознаем на уровне души, что только через других людей мы способны поистине познать себя, познать этот мир и того, кто его создал. Сегодня мы говорим о том, что планета достигла своего максимума в истории по населенности. И, тем не менее, именно сегодня мы видим очень много одиноких людей. Когда случается самоубийство, оно случается не от того, что у человека много проблем или они неразрешимы. Как правило, человек расстается добровольно с этой жизнью, когда в его жизни нет людей. Нам крайне важна связь с другими людьми. А физическое нахождение среди людей не гарантирует нам близость и связь. Человек может быть окружен людьми, жить в квартире, заполненной людьми, и, тем не менее, не ощущать с ними связи, не чувствовать эту самую близость, в которой так нуждается. А близость рождается там, где есть принятие и способность любить. Так вот, еще раз скажу, что одиночество – это одно из самых страшных заболеваний нашего времени. Представьте, что другие люди – это зеркала. Если хотите, это наши глубинные духовные, душевные, эмоциональные отражения. К большому сожалению, многие люди никогда не знакомятся с собой. Не говоря уже о том, чтобы по-настоящему знакомиться с другими людьми. Поэтому, как правило, их отношения в жизни бывают болезненными. Будь это отношения с родителями, с супругами, с коллегами, с друзьями. Конечно же, есть приятные моменты, но присутствуют и в немалом количестве моменты не очень приятные. Кто-то начинает путь саморазвития или самокопания. И в какой-то момент он достигает состояния, когда, казалось бы, с собой стало более-менее комфортно. С собой стало более-менее легко договориться. И, по сути, останавливается, не пройдя и третьи пути к себе. Потому что настоящее познание себя возможно при соприкосновении с другими людьми. Причем в разных ситуациях нашей жизни. Запомните очень важный сигнал. Когда вам неинтересны другие люди, на самом деле это вы неинтересны себе. Причина кроется именно здесь. Такую же параллель можно провести и в обратную сторону. Если вы начинаете интересоваться другими людьми, вы тем самым стимулируете интерес к себе. Или вы начинаете интересоваться собой только более искренне, замечая свои светлые стороны и принимая, осознавая свои темные стороны, тогда появляется интерес к другим людям. Любовь к себе можно выявить, а также укрепить, развить и откорректировать во время взаимодействия с другими людьми. А если человек закрывается, говорит, мне с собой комфортно, мне никто не нужен, на самом деле человек лишает себя колоссального счастья в этой жизни. И, наверное, без преувеличения можно сказать, что это бесконечный источник счастья, вдохновения и смысла. Другие люди в нашей жизни – источник вдохновения, смысла и счастья. Дистанция между вами и другими людьми равна дистанции между вами и собой. А для тех, кто избегает общения или новых людей, или отчаялся найти друзей, у меня есть прекрасная новость. Это все меняется, над этим можно и нужно работать, потому что именно здесь кроется настоящий фонтан эмоций и красок. И этот путь под силу любому человеку, кто захочет на него встать и не сойдет при первых же тревожных мыслях. А тревога будет, и через нее нужно будет пройти, и с ней нужно будет договориться, ее нужно будет понять. И вы сами знаете, наиболее счастливые моменты в нашей жизни – это были те моменты, когда мы чувствовали близость с другими людьми по той или другой причине. В моменты какой-то бурной, переживаемой радости или в моменты сильной боли. Но когда ситуация способствовала нашему сближению с другими людьми, мы всегда находили в этих ситуациях большое количество эмоционального ресурса, смысла и красок. Так, хотелось бы, чтобы меня поняли правильно. Это крайне важно – ставить цели, идти к ним, достигать, использовать свои необычные способности, о которых я много говорю, для того, чтобы реализоваться в материальном мире. И если хочется, позволить себе высокий уровень дохода, высокий уровень жизни, талант, признание и творческую реализацию. Но все это теряет любой смысл, если мы уберем из уравнения людей, когда внутри пустота. Пустота образуется на том месте, где душится, игнорируется или табуируется наша связь и наша потребность в связи с другими людьми. Ну что же, если для вас эта тема непростая, могу сказать только одно – вас ждут невероятные открытия и очень много потрясающих эмоций. С чем я вас и поздравляю. Помните, что вы на верном пути. А с вами была Ада Конде. Всего доброго. Посмотрев на экран прямо сейчас, вы сможете выбрать способ, с помощью которого вам будет удобно остаться на связи. Обратите внимание на активную ссылку с левой стороны, а также на рекомендацию следующих видео по этой теме. Вы можете подписаться на этот канал и нажать на колокольчик, чтобы первыми узнать о новых видео, так как они появятся совсем скоро. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!